Смотри, чё, отапочер приехала? Это что, лампочка? Ну да, только отапочер. И сколько стоит? Хм, 70. 70? А чё так дорого? Ну, понятно. Лампочка отапочер за 70 долларов. Для людей не в теме на самом деле не очень понятное явление. Зачем? И главное, почему так дорого? Когда есть, например, RGB-лампа от Xiaomi за 20. Если вам нужно, чтобы она просто на фоне цветом горела, действительно можно и Xiaomi. Но для серьезной работы в кадре, Апочер выпустил долгожданный и на самом деле уникальный продукт. B7C, по сути, маленькая версия их космически крутой панели Апочерного P300C. Тут такой же широкий диапазон цветовой температуры. От 2 до 10 тысяч кельвинов. Притом, между 2,5 и 7,5 тысячами цветопередача практически идеальна. С цветом все тоже в порядке. Гибкая и точная настройка цвета, насыщенности и яркости. Лампочка способна воспроизводить такие насыщенные цвета, с которыми современные камеры пока что не справляются. Насыщенность лучше не загонять выше 90%. Для этой лампочки есть три главных варианта применения. Первое и основное предназначение, для чего ее вообще создавали, это использование в кадре вместо обычной бытовой лампочки. Вкручиваете в светильник и получаете полный удаленный контроль за ним. Лампочка может работать от встроенной внутрь батарейки. Тогда светильник даже не нужно подключать в сеть. Время работы от батарейки 70 минут на полной мощности и до 20 часов на минимальной. Это первая подобная лампочка со встроенным аккумулятором. Ну и главное, когда лампа стоит в светильнике, вы можете на лету быстро и удаленно менять мощность, температуру и режим ее работы. Делать все это очень удобно. В плане управления тут нет никаких отличий от APUCHUR MC. Тоже приложение с теми же богатыми возможностями. Можно имитировать любой свет и любой цвет. Подробно о работе приложения я уже рассказывала в обзоре APUCHUR MC. Вкратце, это лучшее приложение для управления светом, без каких-либо оговорок. Лампочки в кадре были всегда, ими всегда нужно было как-то управлять, но сейчас благодаря APUCHUR делается это как никогда просто. Второй вариант применения BIS EVEN-C как обычный источник света. Ведь это не просто лампочка, а компактный, мобильный и гибкий источник света. Она даже немного мощнее APUCHUR MC. И если MC хорошо подходит для освещения поверхностей, то лампочка за счет формы отлично справится с освещением пространства. Если вам нужно цветом стену осветить, MC справится лучше. А если заполнить цветом небольшое пространство, B7C. Правда, если использовать лампочку как источник света, будет многое напрягать. Например, способ зарядки. Никакой беспроводной зарядки, как у MC, тут нет. Традиционной от кабеля тоже. Зарядить лампочку APUCHUR можно только от плафона обычного светильника. Нам, например, пришлось первое время заряжать лампочку в потолочной люстре, пока не купили подходящий светильник. Лампочку неудобно использовать без патрона. На боку она катается, лампой вверх вообще никак не стоит, а лампой вниз большая часть света теряется. Хорошенько задумайтесь, прежде чем покупать эту лампу как источник света. А вот третий, крайне интересный вариант применения, использовать лампу саму по себе или в светильнике там, где не может быть лампочек. Мне кажется, APUCHUR B7C отличный реквизит для творческих фотосессий, который может работать в кадре и как свет, и как реквизит. Будет погода получше, обязательно сходим и снимем с этой лампочкой что-то эдакое. Фантазия зашкаливает. Результатами такой съемки мы обязательно поделимся, но в нашем инстаграме. Поэтому подписывайтесь на него, ставьте лайк и обязательно напишите что-то в комментариях под этим видео. Алгоритм следим за тобой. Увидимся в будущих роликах. Ну понятно. Ну понятно. Понятно. Хе-хе-хе-хе-хе.